Всем привет, друзья! Сегодня я получил посылку от магазина Гельбест. И это у нас автомобильный видеорегистратор. Сейчас мы его вскроем, посмотрим, что он из себя представляет. Вот, это мой второй видеорегистратор. Вот такой вот, значит, он. Этот видеорегистратор. Он не маленький, достаточно крупный. И вот у меня перед этим был регистратор фирмы RS. Этот, конечно, значительно меньше. Но что я вам хочу сказать. Вот этот видеорегистратор у меня накрылся. Причем один раз он у меня упал и сломался. То есть крепление ненадежное. Сразу не советую вот этот видеорегистратор покупать. Первое, что произошло, сгорела видеокарта. Это самая карта памяти. 32 гигабайта сгорела. Как мне сказал электронщик, вероятно, от зарядного устройства, вот этого, которое непосредственно питает это устройство, вот это зарядное устройство, вот в нем вроде как была проблема от этого видеорегистратора. И, в общем, он вышел. Сначала сгорела карта памяти, а потом он просто, экран тухнет и все. То есть идет такая как бы сепия и картинка пропадает. В общем, он у меня накрылся. Этот видеорегистратор чуть побольше. Вот. Но и я надеюсь, что все-таки он и снимать будет получше. Потому что то, что здесь говорят HD, там Full HD, все это полная ерунда. Я сейчас сделаю видео, и вы сами можете убедиться в том, насколько хуже качество в этом видеорегистраторе. Ну, в общем, будем тестировать его. Тут, как бы, комплектация стандартная. Есть зарядка, есть присоска, есть кабель. Короче, есть инструкция, все на китайском, иероглифы. А нет, что-то здесь и на английском. А, даже на русском. Ничего себе. Даже на русском есть. Отлично. Тогда почитаем. На досуге. В общем, стандартная комплектация. Это все не суть важно. Важно то, как видеорегистратор снимает. Потому что это принципиально важно. Вот. Все остальное, стандартные наборы. В общем, я думаю, что приступим к его тестированию. И я вставлю эти картинки, чтобы можно было наглядно вот на этих двух видеорегистраторах сравнить качество записи. Значит, напомню, это видеорегистратор фирмы HD Blackbox. В общем, ссылка на этот видеорегистратор будет в описании к видео. На него сейчас есть скидка. Стоит он чуть меньше 40 долларов. По-моему, где-то так вот. В общем, заходите по ссылке, смотрите. Ну и как бы думайте. Все, поехали тестировать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что, друзья, мы протестировали этот видеорегистратор. Я, в принципе, полностью им доволен. Несмотря на то, что он немножко крупнее вот этого, который я показывал. Достаточно хорошо, панорамная картинка. Достаточно так, очень приятно смотреть на дисплей. Вот, когда он стоит под зеркальцем. Я его под зеркальце поставил. Он мне не мешает, обзор никакой не закрывает. Напомню, у меня машина Рено Кенга. Вот, места там предостаточно. Торпеда большая. Вот, поэтому никакого дискомфорта в этом отношении я не чувствую. Что мне понравилось? Вот здесь есть две кнопки. И эти две кнопки, они отвечают за зум. То есть, здесь есть зум, чего не было, допустим, в этом видеорегистраторе. То есть, я могу просто стоять на парковке или там, ну, мне надо номера там, да, приблизить. То есть, я могу плюс-минус наехать и отъехать, посмотреть, что находится вот впереди меня. То есть, крупнее снять картинку какую-то. Вот. Достаточно очень простое меню. Все очень просто. Разобраться без инструкции. Методом клац-клац и все понятно. Так, здесь есть подсветка. Но, честно говоря, я ночью ее пробовал. Никакого толку от нее нет. Фары, то, что фары подсвечивают, того достаточно, в принципе. Хорошо видно все номера. Вот, чего не было в этом видеорегистраторе. Здесь ничего не понятно, ничего не разобрать. В сепии какая-то такая очень размытая картинка. Здесь достаточно четкое изображение. То есть, можно прочитать номера, можно все увидеть. И это, я считаю, самое важное. То есть, за такие деньги это отличный видеорегистратор. Я очень доволен. Вот. Так что рекомендую, заходите по ссылке, смотрите. Смотрите видео, в первую очередь. Потому что видеорегистраторов очень много. Вот. И в этом ценовом диапазоне мне очень понравилось, что он недорогой. И он снимает действительно неплохо. Вот. Так что делайте выбор, сравнивайте видео. Я думаю, что видеорегистратор нужно выбирать именно по видео. Как он снимает, смотреть именно видеозаписи. Всем пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Что мне еще очень понравилось, то, что Гербест, он делает очень быструю доставку. То есть, хорошими почтовыми, значит, этими пересылками. Диашел, вот, к примеру. Очень быстро, буквально за неделю, может быть посылочка к вам доставлена. Вот. Прямо под дом. Прямо под квартиру. Вот. Или под ваши двери. Так что, пользуйтесь. Спасибо. Спасибо.